Так, сегодня у нас лабораторная работа, следующая, значит, уже непосредственно по адаптивным системам управления. До этого были лабораторные работы, они больше касались таких методов нелинейного управления, в частности метод АКАР, ПИД-регулятор, вернее, ПИД-регулятор – это линейный закон управления, АКАР – это уже нелинейное управление. Вот сегодня мы перейдем к моделированию адаптивных систем. И как в самом начале нашего курса мы обсудили, есть два типа адаптивных систем. Первый из них – это система идентификационного типа, где ваша система производит идентификацию процесса, то есть пытается определить параметры, некоторые модели процесса, для того, чтобы потом значение этих параметров использовать для управления. Это может быть как управление в виде некоторой аналитической функции, в которой есть набор неизвестных параметров, полученных из модели, например, по методу АКАР. Либо это может быть какая-то задача оптимизационная, где в модель подставляются полученные значения параметров, и после этого производится некоторый процесс оптимизации для поиска какого-то идеального или оптимального значения управляющего воздействия. И второй тип систем – это система прямого адаптивного управления. Мы сегодня про них не будем говорить, это будет тема следующего занятия. В таких системах никакой идентификации нет, там напрямую происходит идентификация оптимальных значений параметров некоторого закона управления. Ну, об этом мы в следующий раз поговорим. Сегодня будет задача, связанная с построением системы идентификационного типа. Значит, на прошлом занятии был краткий рассказ про численные методы в адаптивном управлении, да, то есть это основа большинства адаптивных систем, именно адаптивных систем, да, не систем. Спассивная адаптация, где, например, у вас просто используется интегральное звено, и это звено, по сути, подтягивает систему, да, то есть оно борется с последствиями. А именно адаптивные системы, где вы пытаетесь понять, что происходит в вашей системе, да, для того, чтобы скомпенсировать, то есть сыграть на некоторые упреждения. Вот, наверное, в этом принципиальное отличие между вот методами пассивной адаптации, где с помощью интегральных компонент происходит подтягивание системы под нужные параметры. Значит, соответственно, в основе любой адаптивной системы будет лежать системы численные, численной оптимизации, да. Вот сегодня мы рассмотрим с точки зрения, наверное, кода наиболее простую систему. Значит, она основывается на библиотеке SkyKit Learn, то есть мы не будем реализовывать сами алгоритмы оптимизации численной, да, мы воспользуемся некоторой готовой библиотекой машинного обучения, библиотекой SkyKit Learn, которая позволяет как раз решать вот такие задачи. Ну, задачи, связанные именно с идентификацией параметров моделей. Вот, соответственно, будем рассматривать простой пример, да, там система с прошлых еще лабораторок. Значит, у ваших курсовых проектов у вас будет какая-то своя система уравнений. Вот, но общий принцип будет примерно такой же. Вот, поэтому данная лаборатория – это не только цель познакомить вас с этими методами, да, но еще и подготовить к выполнению очередного задания вашего курсового проекта. Значит, мы не будем подробно останавливаться на том, как получается закон управления, да. Напомню только, что все адаптивные системы у нас являются двухконтурными, да, то есть в первом контуре у вас находится объект управления и некоторый регулятор, который получен каким-либо методом. В нашем случае мы используем метод ACAR для синтеза регулятора нелинейного. Это был предмет предыдущей лабораторной работы. Значит, а в данной лабораторной работе наша задача состоит в управлении объектом, при условии, что у нас есть некоторое возмущающее воздействие, которое мы не знаем. Соответственно, наша задача – построить адаптивную систему, которая будет использовать классический регулятор без всяких пассивных адаптаций, да, с неизвестным параметром. В данном случае неизвестный параметр у нас выступает – это V0. То есть мы произвели синтез системы таким образом, чтобы даже не V0, да, а V, VAT. Значит, у нас неизвестный параметр, как видно здесь, VAT, да, так же, как в предыдущих операционных работах, мы приняли, что он состоит из двух частей. Это некоторый V0 плюс некоторый VAT, да, который, соответственно, у нас может меняться во времени. Вот издача идентификации состоит в том, чтобы определить этот параметр VAT и, подставляя его в закон управления, получить адаптивную систему. То есть это некоторая двухконтурная система, получается, управление. Значит, здесь, на самом деле, просто повторение того, что было в прошлый раз, да, то есть некоторая процедура синтеза закона управления, она нужна нам для того, чтобы вычислить функцию аналитическую для управления. Но отличие в том, что здесь уже подставляется некоторый параметр. То есть мы не знаем его значение, да, изначально, потому что некоторые физические параметры системы. Вот, но в процессе синтеза мы его добавляем для того, чтобы наш закон управления зависел от параметра, да, который мы будем оценивать. То есть в реальный закон управления будет подставляться не реальное значение, а его оценка, которая будет получена в результате процесса идентификации. Ну, так же, как и раньше, мы просто подключаем пакеты. Пакет для моделирования контроллеров, пакеты математические, пакеты отображения. И вот главный наш пакет, в этот раз, да, это пакет SkyKit Learn Linear Model. Мы импортируем линейную модель из пакета SkyKit Learn, который предоставляет нам целый набор инструментов для подготовки и идентификации моделей. Мы будем использовать линейную. Модель линейной регрессии – это модель вида Y равно A умножить на X плюс B. То есть это некоторое уравнение прямой в многомерном пространстве координат Y. Здесь тоже ничего нового нет по сравнению с прошлыми лабораторными работами. Да, мы просто определяем правую часть уравнения дифференциального, вот этого, да, с которым мы будем работать. Тоже все аналогично. Отображение, отрисовка графиков, да, здесь практически ничего не меняется. За исключением того, что нам нужно будет помимо стандартных величин показывать еще и оценки параметров. Вот, но это будет чуть ниже. Вот, и, соответственно, собственно, дальше вот начинается основная часть, да, где происходит синтез. Значит, в чем будет стоять идея идентификационного подхода, да. Первое действие в том, что мы использовали обычный метод TACAR, чтобы получить функцию управления. И в этой функции управления у нас появляется неизвестный параметр. В данном случае VAT. Это будет первый контур нашей системы идентификационный, да, то есть он будет непосредственно формировать управляющее воздействие. Второй контур, который будет находиться над первым, будет по измерениям величин, да, в частности, это давление и массовый расход, будет определять, идентифицировать значение V0. И затем передавать это значение, его оценку, внутрь, в первый контур, да, непосредственно подставляя в эту функцию управления. Вот такая будет двухконтурная система для адаптивного управления, в данном случае, давлением. Значит, в чем особенность, да, такого подхода, что, как мы будем решать эту задачу? Значит, для того, чтобы оценить параметры, да, мы пытаемся, выбираем одно из уравнений нашей системы, да, в которое входит неизвестный параметр. И переформулируем вот это уравнение в виде модели линейной регрессии. То есть это уравнение линейной регрессии, да, некоторое алгебраическое. То есть мы из дифференциального уравнения составляем, путем замены переменных, да, составляем некоторое алгебраическое уравнение, уравнение линейной регрессии. Значит, где x, это у нас некоторый нелинейный компонент, да, но это может быть не только нелинейный компонент, их может быть несколько компонентов, линейные, нелинейные, то есть в вашем уравнении будут какие-то функции различные, да. Вам нужны эти функции попытаться спрятать внутри переменных. В данном случае у нас нелинейная функция – это куб, p в кубе, да, давление в кубе. Мы ее спрятали в новую переменную, назвали эту переменную x. И вот эта замена, x равно p в кубе, да, это некоторая наша новая переменная синтетическая, которая в реальности не существует, да, это чисто внутри нашего контроллера существует. Вот, других у нас переменных тут особо нет, поэтому мы используем только ее, да. И второе – нам нужен некоторый уровень. Вот, мы говорим, что наш уровень – это как раз наш неизвестный параметр, да, который входит сюда. Вот, а а – коэффициент, да, это коэффициент перед нашей нелинейной функцией. Соответственно, в y мы прячем все остальное. Вот у нас остальное – это производное давление по времени, да, и массовый расход. Значит, ваша задача будет, скорее всего, что-то другое. Вот вам нужно будет совершить такую трансформацию, да, то есть определить, чему равен x, чему равен а, чему равен b, чему равно y. Вот, если вы подставите эти четыре переменных значения вот в это уравнение, да, вы получите вот то же самое. Вам нужно будет примерно провести аналогичную процедуру, да, и понять, чему у вас равен x, чему равно а, чему равно b, чему равно y. Вот. Значит, для того, чтобы посчитать, ну, провести идентификацию, вам нужно, как вы помните, иметь некоторое целевое значение, да, то есть расчетное значение и реальное значение. Соответственно, в нашем случае расчетное значение – это ax плюс b, а реальное значение – это y. Соответственно, для того, чтобы построить систему идентификации, вам нужно вот эти числа рассчитать, да, вот эти переменные новые, 4 рассчитать, чему они равны. Даже не переменные, да, предпочитать то, что слева и то, что справа. Значит, то, что слева у нас y, да, это просто производное давление минус массовый расход, да, исходя из определения. Значит, массовый расход мы измеряем, это показания датчика. Скорость изменения давления во времени, да, это можно его оценить численно через уравнение конечной разности. Ну, буквально взять прошлое значение, текущее значение, да, и поделить на дельта t. Это будет примерно самая простейшая оценка производной вашего давления, то есть скорость изменения во времени. Вот. То же самое можно посчитать x, да, что это у вас куб от давления, давление вы измеряете. Можно посчитать a. Ну, в данном случае мы считаем, что θ и v у нас неизвестно, да, но у нас есть некоторые оценки нашей системы идентификации, да, то есть мы все равно в любом случае, в любом алгоритме мы выбираем некоторые начальные условия, то есть некоторые первые приближения, да, а потом впоследствии мы его пытаемся уточнять, то есть это некоторый итерационный алгоритм. Так вот, мы можем брать здесь какие-то значения, да, и подставлять их в это уравнение и сверять, насколько y похож, вот y, рассчитанный по этой формуле, да, похож на y, рассчитанный по этой формуле, зная x, а и b выбирая в виде некоторых приближений первых, наших некоторых догадок, как они устроены. И вот на основе итерационного алгоритма, да, либо на основе метода наименьших квадратов мы можем попытаться итерационно найти наилучшие значения a и b, которые позволят максимально приблизить y, значение y, вычисленное по этой формуле, да, к значению y, вычисленному по этой формуле. То есть, по сути, решить систему алгоритмических уравнений. Найти a и b, да, зная y и x. Значит, здесь как это решается, да, как мы это будем решать? Значит, мы будем использовать метод наименьших квадратов для того, чтобы решить это уравнение. Значит, его особенность в том, что он решает задачи с бесконечным количеством решений, да, когда у вас, ну, скажем так, вырожденные задачи он решает, когда у вас количество неизвестных во много раз меньше, чем количество уравнений. То есть, ну, по факту у вас вот есть множество точек во времени, да, ваша работа, ваша система. И в каждой точке вы можете посчитать y, x, a и b. Для того, чтобы система была не вырождена, да, вам достаточно двух точек. То есть, там, в точке времени t1 у вас будет один набор, а, x, b, y, да, во второй точке будет другой набор, а, x, a, b. Вот. Ну, мы будем брать множество точек, то есть, произвольное множество для того, чтобы усреднить решение, да, то есть найти решение, которое наилучшим образом будет описывать, да, вот это равенство. y равно x плюс b. В этом есть один плюс большой, да, что если у вас, например, данные зашумленные, показания датчиков, соответственно, у вас будет автоматически получаться некоторое усреднение в оценке коэффициентов а и b. Есть и недостаток, да, если у вас значения слабо меняются, ну, например, у вас система находится в покое, в положении равновесия, и показания датчиков никак не меняются, у вас возникает так называемая задача мультиколлинеарности. Проблема мультиколлинеарности, когда у вас существует, по сути, подставляя любые a и b, вы будете получать примерно один и тот же результат, примерно одно и то же, то же значение ошибки. Это приводит к тому, что у вас система сходит с ума, начинает, по сути, выдавать произвольные значения a и b, а не их реальные физические. В общем, такая проблема существует, возможно, даже мы ее сегодня посмотрим, как она выглядит, да, как она проявляет себя. Вот. Ну, это отдельная история, да, для регрессии есть специальные метрики для определения мультиколлинеарности, и, как правило, достаточно просто поставить некоторую защиту, то есть, когда у вас система ушла в покой, вы, в принципе, не можете никакую идентификацию проводить. Это просто одно из ограничений вообще идентификационного подхода, да, то есть, никакой идентификации не может быть, если у вас ничего не меняется в системе. То есть, для того, чтобы систему у вас можно было идентифицировать, ее нужно пошевелить, там, не знаю, толкнуть ее, да, тогда вы поймете, как она себя ведет. Вот, поэтому в данной проблеме мультиколлинеарности нет никакого, никакой магии, да, это просто некоторый здравый смысл, что если у вас ничего не меняется, то вы, естественно, не можете понять, а как у вас система устроена. Соответственно, если вы используете, например, такой подход, да, вы должны всегда помнить, что такая проблема может возникнуть, и уметь его идентифицировать на графиках. Значит, как теперь вот эта схема у нас реализуется в коде лабораторной работы? Тот же самый подход, да, мы берем за основу некоторый базовый класс программированного контроллера, создаем класс на его основе, да. На входе мы просто определяем набор переменных, но в данном случае у нас, как и в прошлых лабораторных, будет некоторое целевое значение, да, нашего регулятора, нашей системы управления. Будет значение коэффициента усиления, то есть с какой силой система управления может действовать на систему. То есть диапазон управляющих воздействий, да, это интервал времени, с которым работает контроллер, да, то есть какая у него частота дискретизации. И вот новый параметр для нас, да, это история. То есть насколько глубоко нам нужно запоминать прошлые значения системы, потому что, ну, для того, чтобы понять, как ведет себя система, нужно анализировать ее предысторию. Эта схема похожа на predictive model control. По сути, это и есть ее реализация. То есть вы некоторую накапливаете историю значений и потом используете их для того, чтобы идентифицировать поведение. Как только вы идентифицировали поведение системы, вы можете подставить результат идентификации в функцию управления и получить нужные значения на выходе вашей системы. Функция управления у нас, как и в прошлый раз, посчитана выше почти в самом начале, да, через вот это IOO analytical, в которую можно будет подставлять наборы неизвестных параметров. Ну, в данном случае это параметры, связанные с VAT. Дополнительно мы храним историю процесса идентификации, да, то есть мы для каждого момента времени запоминаем текущие оценки значений параметров. На данном случае у нас параметры A и B, это параметры нашей линейной регрессии. Значит, есть специальная функция, которая преобразует значение датчиков в значение, по сути, в значение X, да, то есть у нас в данном случае X одномерен, но на всякий случай мы вот для общего случая, да, здесь еще и подставляются линейные значения, просто обычного давления. Вот, но нас, конечно, в первую очередь интересует X, да, который будет кубом от давления. То есть у нас первая переменная в нашей модели, да, это давление, уравнение по давлению, в которое непосредственно входит неизвестная величина V. Соответственно, посчитав X, да, мы можем непосредственно теперь заниматься идентификацией. Идентификация на вход вызывается в каждом такте работы контроллера, на вход получает показания датчиков и текущий момент времени, да, когда он был вызван. Внутри просто накапливается история, причем она накапливается как по принципу кольцевого буфера, то есть как только у вас история заполнилась, да, приходит новое значение, самое старое из него выкидывается. И вот получается такой кольцевой буфер, который постоянно добавляет новое значение, да, старое выкидывает. То есть он хранит некоторую историю за заданный интервал времени, да, заданный интервал количества счетов, вот, который зависит таким параметром, да, параметры передаются при создании системы. Вот. И самое главное, да, то, как происходит, собственно, идентификация. Здесь, опять же, решено в общем случае, в общем виде, да, то есть берется набор всех переменных, которые возвращают нам функцию transform на основе показаний датчика, да, то есть показания датчика вскармливаются функцией transform. Функция transform формирует набор синтетических переменных, их может быть больше, чем количество датчиков, да, либо меньше. Вот. Исходя из этого формируется массив, значит, формируется массив Z, это массив измерений всех. Сюда входит как измерение по датчикам, так и предыстория работы каждого датчика, да, то есть получается некоторая матрица. Затем мы для того, чтобы посчитать Y, да, нам нужно обязательно посчитать производную, одно из переменных. В данном случае это производная, нас интересует производная первой переменной, да, это первая переменная из наших трансформированных переменных. То есть наших синтетических переменных это, по сути, уравнение давления, о, значение давления, да, на выходе. Значит, посчитав значение производной по давлению, да, мы можем посчитать теперь значение Y. Это разница между давлением, производной по давлению, и значением на датчике массового расхода. Значение на датчике массового расхода – это у нас первая переменная в векторе измерения. Соответственно, мы можем это посчитать. И, в принципе, все. После этого мы уже можем непосредственно перейти к процессу идентификации. Он максимально простой. Создается модель, объект модели. К ему передается набор входа. Передается X, передается Y. Исходя из этого уравнения. X мы посчитали, Y мы посчитали. X у нас давление в кубе. То есть это третье значение в нашем векторе измерений. Вот он у нас со вторым индексом. А Y – это у нас, по сути, вот эта вот разность. То есть производная по времени от давления, минус массовый расход. И передав эти значения, функцию fit, вот этой модели линейной, которая SkyKit Learn у нас взята. Здесь мы ее импортировали. Соответственно, SkyKit Learn всю остальную работу делает за нас. То есть он автоматически посчитает коэффициенты A и B для вот такой вот линейной модели. Вместе с разными метриками. Соответственно, мы потом эти модели просто извлекаем. То есть у нас коэффициенты A – это у нас коэффициент A, коэффициент B – это у нас называется интерсепт в SkyKit Learn. Все. Вот вся магия. Здесь просто эти значения сохраняются, чтобы показать, как происходит процесс идентификации. Ну и управление, оно практически идентично тому, что было в предыдущих лабораториях. За счетом того, что мы вызываем сначала функцию идентификации и значение параметров мы берем не из каких-то переданных нам извне, а из, собственно, процесса идентификации. И подставляем все это внутрь нашей системы, нашего закона управления. Вот и вся система адаптивная на основе идентификации. Понятно, что это не единственный способ построения, но, наверное, такой самый очевидный, самый простой. Накопить историю по истории, посчитать коэффициенты вашей модели, произвести некоторую трансформацию, упростить, то есть из нелинейной модели, нелинейно-дифференциального уравнения, сделать модель линейно-алгебраического уравнения, и дальше применить стандартный метод линейной регрессии, для того, чтобы оценить параметры I-B. Наверное, самый простой способ. Более сложный мы пока не будем рассматривать. То есть есть и другие способы, в том числе использовать нелинейные модели, чтобы, например, в том случае, если мы не можем такую трансформацию сделать. Но, опять же, чем сложнее у вас будет, чем сложнее будет ваша модель, тем больше будет в ней разных подводных камней. То есть линейные модели, они хорошо исследованы. Есть проблемы мультикалинярности, которые можно легко идентифицировать дополнительными какими-то процедурами. Но вот если вы берете нелинейную модель, там все становится намного сложнее. То есть хорошо там будет, плохо будет, какие там проблемы есть. Это отдельный предмет для исследований. Соответственно, мы дальше линейных моделей идти не будем. То есть нам надо понять, как ведут себя такие системы на примере вот такой простой задачи для линейной регрессии. Соответственно, дальше просто идет моделирование. Все как обычно. То лишь разница, что здесь мы дополнительно задаем параметр предыстории. Соответственно, плюс ко всему. Мы строим еще один график. Это график оцениваемых параметров. У нас есть параметр A, есть параметр B. И мы строим как значения, которые система пыталась оценить, так и значения, которые у нас в реальности происходят. В реальности у нас A равно 1. Оно не меняется. Минус 1. У нас уравнение. минус P в кубе. То есть у нас A равно минус 1. А V от T у нас меняется в соответствии с некоторым алгоритмом, который мы описали вот здесь. Что у нас задается момент времени переключения V от T. И оно скачет с начального значения до финального значения. Под некоторой ступенькой. Описывается. Параметры этой ступеньки они задаются прямо здесь. У нас скачет от 0 до 2. Причем 0 у нас соответствует тому значению, которое мы задали в качестве первоначальной оценки в нашей системе. Хотя в общем случае оно, конечно, не будет равно. Соответственно, результаты. Если запустить на моделирование, скорее всего, у вас будет то же самое. Вы получите что-то очень странное. То есть оно вроде бы промоделировалось, но получается какая-то ерунда. И ваша задача первая будет просто настроить для начала эту систему. Значит, что вы можете сделать? Вы можете, например, начать с выбора... Значит, у вас есть целый набор параметров, которые вы должны управлять. Ну, мод степ – это, по сути, шаг моделирования. Он должен быть максимально маленьким. То есть чем он больше, тем дольше будет происходить моделирование. Но если он будет слишком большим, то у вас никогда ничего не получится. Поэтому первое, что вы должны понять, какой у вас шаг моделирования. Он должен быть заведомо ниже, чем шаг моделирования вашего контроллера. Это степ. В данном случае он у нас примерно в 5000 раз больше, или в 500 раз больше, чем шаг моделирования. Это хорошее соотношение. Но как минимум он должен быть 1 к 10. Поэтому, когда вы меняете степ, не забывайте всегда менять еще мод степ. С этого нужно начинать. Значит, в данном случае мы можем видеть, что у нас контроллер работает такими ступеньками, где вот 5 секунд – это один шаг на работу нашего контроля. Мы видим, что он, в принципе, не успевает ничего сделать за этот шаг. За эти 5 секунд система улетает настолько далеко, что ему приходится переключаться на противоположное значение. Это означает, что у вас, в принципе, контроллер не справляется по быстродействию. Он слишком медленно работает. Соответственно, шаг-степ, он слишком большой. Поэтому первое, что мы делаем, мы пытаемся его уменьшить для того, чтобы улучшить картину. Ставим, например, 1 секунду шаг. Перезапускаем моделирование. Видим, что ситуация несколько улучшилась. То есть он уже пытается что-то делать. Но при изменении параметров, он у нас происходит в 30. То есть не здесь, не здесь, он не достигает цели. То есть пунктируем, здесь отмечено целевое значение, наш гол. В красном отмечено давление по… Ну, реальное давление системы. Видим, что не здесь, не здесь, он все равно не достигает, но хотя бы стабилизируется. Значит, опять же, смотрим сюда, видим, что мы находимся… Напоминаю, что мы работаем с нелинейной системой, где у нас есть ограничения на управляющее воздействие. Наша омега – частота вращения вентилятора. Как вы помните, из первых лабораторных у нас функция тангенса гиперболического, она имеет нелинейный характер в виде сигмоиды, то есть насыщением на плюс-минус бесконечности. Соответственно, насыщение приблизительно в районе единицы. Но сама характеристика, она нелинейная, то есть это не просто один к одному до единицы, она постепенно закругляется. Поэтому ближе к границам, ближе к единицам у вас начинает появляться расхождение между тем управлением, которое выдает ваша система, думая, что канал у вас линейный, что у вас вместо тангенса гиперболического линейная функция, и тем, что система реально выдает окружающий мир, красная линия. Мы видим, что есть расхождение. Это расхождение как раз объясняет то, почему у вас вот здесь вы не достигаете пунктирной линии. Здесь ситуация еще хуже. Мы видим, что то значение, которое система пытается выдавать, оно уходит куда-то очень далеко. И система насыщения приходит прямо к самой границе. То есть есть еще больше разрыв. Соответственно, мы еще больше разрыв от целевого значения получаем. Вот такой анализ показывает нам, что на самом деле у нас очень слабый исполнительный механизм. Он не позволяет вам достигать цели. Вы постоянно выходите в некоторую зону насыщения. Чтобы это исправить, нужно взять механизм помощнее. Давайте попробуем увеличить. У нас за этот параметр отвечает параметр gain. Давайте его в 10 раз увеличим, посмотрим, что получится. Мы видим, да, что уже стало лучше в том плане, что хотя бы на начальном этапе мы практически пришли к цели. То есть видим, да, что здесь за счет того, что в 10 раз мы увеличили, у нас предельное значение уже не рядом с границей, да, а где-то в процентах, наверное, 25, да, только характеристики, где уже близка к линейной функции наш канал управления. Но мы, тем не менее, видим, да, что после изменения параметра V0 у нас система куда-то отскакивает в сторону, да, и, соответственно, появляется тоже некоторое расхождение между значением, которое мы выдаем, и реальным значением. Оно, с одной стороны, кажется минимальным, да, но, с другой стороны, нужно помнить, что у нас есть кубическая нелинейность, да, которая может очень сильно влиять на поведение. При этом мы еще и оцениваем параметр. Мы видим, что, например, здесь у нас оценка. Ну, ладно, мы сейчас к этому еще вернемся. В общем, можно поиграть еще с параметрами, да, попытаться объяснить, почему у нас вот здесь, например, мы не достигаем цели. Ну, очевидно, что мы не достигаем, потому что мы в данном случае, посмотрев на этот график, можно увидеть, что здесь это график, напомню, который строит параметры, которые мы пытаемся оценить, да, с реальными значениями этих параметров. То есть V0 init, V0 finish. Значит, красная это у нас, синяя это у нас V0, а красная это у нас коэффициент при кубической нелинейности. Мы видим, что до изменения параметра, да, вот у нас V0 меняется в момент времени T30, да, до этого момента у нас синенькая линия, это наша оценка, она более-менее сходится к реальному значению V0, к нулю, да, и мы здесь видим, что у нас система работает, ну, корректно, да, она приходит к цели. Как только происходит изменение V0, мы видим, что почему-то система не справляется, она начинает показывать какую-то ерунду. и из-за этого мы видим, что и коэффициент, и первый, и второй у нас совершенно другими становятся, да. Что это означает? Это означает, что в вашем законе управления, который содержит кубические нелинейности, параметр вот при кубической нелинейности, да, при, вот есть везде, будет в несколько раз там, минус трех будет там три, да, вместо плюс двух будет минус два. То есть у вас функция начинает приобретать совершенно другой вид. Естественно, что это приводит к тому, что система улетает куда-то в сторону. Особенность в том, что, да, у вас кубическая нелинейность, этот коэффициент, а ноль, он обладает кубической нелинейностью, да, и поэтому любые неправильные, неправильная идентификация приводит к тому, что к катастрофическим последствиям. То есть, по сути, система у вас прям куда-то улетает в сторону. Вот, поэтому вам дальше нужно разбираться с тем, почему у вас не работает, то есть здесь мы более-менее починили что-то похожее на правду, да. Нужно дальше разбираться с тем, что здесь происходит. Значит, на что мы можем первое обратить внимание, да, на то, что у нас очень длительный переходный процесс в системе. Значит, мы тратим почти 20 секунд на то, чтобы получить оценки параметров. Значит, от чего это зависит? Это зависит от параметра history, да, то есть как много историй вам нужно накопить, чтобы провести идентификацию. Значит, в нашем случае у нас step равен одному, а history равен 200, да, то есть у вас система держит последние 200 секунд вашего процесса. Глядя сюда, мы видим, что 200 секунд тут даже не проходит. То есть, по сути, при попытке идентифицировать, например, параметры где-то вот здесь, он продолжает, например, запоминать вот эти значения, да, и пытается подобрать коэффициенты, считая, что модель одна и та же. На самом деле у вас уже произошло здесь изменение, да, и поэтому единого коэффициента у вас точно не будет. И это одно из объяснений, почему у вас вот здесь ничего не работает. У вас резко поменялись параметры. Здесь, пока вы работали, у вас было одно значение параметра, и более-менее система смогла это идентифицировать. Как только вы сюда перескочили, у вас получается одновременно используются данные и с прошлого состояния системы, да, и с текущим состоянием системы. То есть, по сути, V0-0 и V0-2 у вас как бы рассматриваются как одно значение. Естественно, что система сходит с ума и не может правильно идентифицировать, да, сделать фит. Это тоже одна из проблем, помимо мультиколлинеарности, да, когда у вас, в принципе, данная модель является нестационарной, у вас меняются параметры, причем история захватывает обе, как бы оба состояния системы. Вот, поэтому вы можете попробовать, например, уменьшить этот процесс, то есть, у вас все равно останется какой-то переходный процесс, да, когда, например, вы будете переключаться с одного на другой. У вас будет какой-то момент времени, когда система будет немного сходить с ума. Но постепенно она будет выравниваться. То есть, будет некоторый такой переходный процесс. Ну, в данном случае у нас шаг 1 секунда, поэтому, ну, переходный процесс, предположим, нам не больше 5 секунд, да, нам нужен. Поэтому давайте попробуем уменьшить историю там до 5 значений. То есть, брать только последние 5 секунд. Исходя из того, что шаг у нас Работа контроллера 1 секунда То есть 5 тактов Вот мы видим, что ситуация чуть-чуть получше стала То есть По-прежнему у нас на начальной стадии Параметры оцениваются Более-менее нормально Но при этом у нас появились какие-то вибрации Мы видим, что есть Переходный процесс Он возникает, но при этом Спустя 5 секунд он стабилизируется И снова приходит к некоторому заданному К ожидаемому значению То есть уже нет такого, что Инвертируется коэффициент при кубической нелинейности Сильно нам это, конечно, пока не помогло Хотя ситуация немножко улучшилась То есть уже не выбрасывает на склады далеко А чуть-чуть отбросило Но по крайней мере вернуло немного назад То есть если там посмотреть Сейчас, когда у нас было 200 История Нас выбрасывало очень далеко И практически не возвращало Сейчас Уменьшив историю до 5 секунд У нас Как бы мы уже были на 1.25 Да, и теперь чуть-чуть стали поменьше То есть чуть-чуть получше стала ситуация Но опять же видим, да, что происходит Здесь у нас Мы опять попадаем в зону насыщения Поэтому давайте попробуем теперь увеличить гейн Допустим в 5 раз Смотрим, что получится Видите, сразу резко стало лучше Вот у нас был 1.25, стало уже 0.4 Таким образом мы и вот здесь, видите, тоже стало чуть получше Уже никуда ничего не скачет Постепенно он приходит Значит, здесь можно что еще? Можно поиграть с идентификацией Идентификацией, да, то есть попробовать сделать более плавный Можно сделать, например, побольше историю Не 5 секунд, да, а 10 секунд, например Чтобы 10 отчетов убиралось Вот, видите, процесс стал, ну, чуть-чуть стабильней, да Уже нет таких вот бороды такой Но при этом, видите, все равно он сюда доходит Ну, если теперь еще больше, чем гейн Потому что, как мы видим, здесь все-таки Есть какое-то расхождение, да Например, поставить его на 50 Да, ну, соответственно, да У нас теперь другая проблема возникла, да У нас не хватает частоты, да То есть он не успевает срабатывать То есть мы, пошевелив один параметр Начинаем ухудшать что-то другое Поэтому нужно опять возвращаться назад Подбирать правильный гейн Если гейн не помогает пытаться подобрать степ Да, уменьшать еще больше Ну, вот, видите, вот мы подобрали То есть мы не стали слишком сильно гейн брать, да И вроде как он успевает Хотя вот это тоже не очень хорошо Но при этом мы видим, что у нас практически сошлись Сошлась красная линия к целевому значению Значит, можно попытаться побороться еще с этим степом Да, как бы по новой вернуться Поставить, например, сюда 0.5 степ Два раза чаще, да А здесь, например, поставить 20 Потому что как только мы делаем степ меньше Да, нам сразу нужна история побольше То есть чтобы получить 10 секунд при степ 0.5 Нам нужно взять 20 значений, да А когда у нас был степ равен 1 секунде Чтобы 10 секунд поработать, нам нужно было 10 значений Вот попробуем теперь так сделать Что получится, да Ну, вот уже поплавнее стало, да, значение И само управление тоже Теперь плавнее, без каких-то резких выбросов И здесь тоже, видите, более такой плавный переходный процесс Но, тем не менее, процесс остается Ну, вот можно попробовать уменьшить его Вот сейчас у нас 10 секунд переходный процесс Да, давайте попробуем сделать, например, 5 секунд переходный процесс Вот, да, вроде еще получше стало Вот, есть вот такая особенность Как раз связана с мультиколлинеарностью, да То есть когда система уходит довольно далеко И становится уже в положении равновесия, да У вас возникает мультиколлинеарность И система начинает идти в разнос На эту особенность вы не обращаете внимания Вы просто ее объясняете, да Проблема мультиколлинеарности Вот, а вот эту часть, да Можно регулировать за счет, как раз, истории То есть чем меньше история, тем у вас меньше будет этот переходный процесс Вот, ну вот более-менее мы систему настроили, да То есть мы видим, что синяя линия приходит к пунктирной линии То есть она повторяет полностью реальное поведение процесса, да То есть V0 прыгает от 0 до 2 И наша подсистема оценки Синяя линия, да, тоже постепенно прыгает от 0 до 2 И коэффициент при кубической нелинейности тоже Он стабилизируется в окрестности минус 1 И после смены V0 тоже постепенно приходит к значению минус 1, да То есть по сути процесс идентификации верен, да, управление Ну почти верно Мы уже обсудили, да, что мы в нашей модели Не использовали полностью нелинейность канала управления, да, тангенца гиперболического Поэтому нам приходится как-то вот увеличивать гейн, да Использовать только малую часть характеристики, которые не подвержены нелинейности Вот Наверное, это один из главных недостатков, да То есть ваша модель должна максимально учитывать все нелинейности Как видите, если мы вот просто заменяем танген и гиперболический на линейную функцию То сразу начинаются вот такие проблемы, да Что нужно очень большой иметь диапазон управляющих воздействий Где данная нелинейность будет, ну, не будет по сути действовать Это оборачивается тем, что вы берете слишком мощный механизм Для решения вашей задачи Более мощный исполнительный механизм – это более дорогая система Вот, поэтому, конечно, в идеале нужно в вашу модель закладывать еще и функцию нелинейности, да Ваша система Вот, ну, в ваших заданиях это делать необязательно Вы можете просто это объяснить Почему у вас вот здесь, например, вы не достигаете цели, да Потому что у вас нелинейный исполнительный механизм, да И там можете показать, что если увеличивать гейн Там еще в 10 раз, например, увеличить То данная ошибка будет сокращаться Да, вот то, что мы как раз и продемонстрировали Увеличивая гейн до 10 Мы показали, что мы можем радикально уменьшить ошибку Вот, наверное, это вся лабораторная работа, которую вам нужно проделать Соответственно, в следующий раз мы будем уже говорить про методы прямого адаптивного управления Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!